Дорогие братья и сестры, сегодня в апостольском послании, в апостольском чтении мы слышали такие слова. Всего ради подобает нам особенно быть внимательным к слышанию, чтобы мы не отпали. Здесь апостол Павел таинственным образом показывает, насколько внимание к Слову Божию может относиться к вере. То есть, другими словами, невнимание к Слову Божию может быть причиной того, что человек отпадает от веры. Сейчас идет Великий пост, мы все так или иначе несем какой-то телесный подвиг. Что дает нам возможность взрыхлить нашу почву души, нашу почву тела. И на этой почве очень удобно насаждается Слово Божие, семя Слова Божие. Если этого не делать, то эта вздобренная почва нашей души, она очень легко занимается всякими сорняками, всякими страстями, всяким тщеславием, осуждением, злобой и так далее. Все мы замечаем, что именно Великий пост, вот эти страсти, они как-то по-особенному себя проявляют. Поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы не упустить это благодатное время и насеять в своей душе сильное Слово Божие, которое принесет плод ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, через длительное время. Это семя должно быть взращено постепенно, с любовью. Но так или иначе, как говорится в Салтыре, что в свое время оно принесет свой плод. И этот плод будет радовать нас вечной жизнью. Позволю себе напомнить притчу, ну даже не притчу, а историю, которая записана в материке. Что один старец имел ученика, который жаловался ему, что вот очень читаю Слово Божие и забываю. Что толку я его читаю, а все равно забываю. Вот у нас часто бывает такой вопрос, ну что толку читать, его все равно через какое-то время забываешь. Опять возвращаешься к тому же самому, чему начал. Вот тогда старец провел такой опыт. Сказал, возьми, говорит, два кувшина. Один просто повесь на забор, а другой каждый день наполняй водой и выливай ее сразу же. Ученик стал делать. И через какое-то время старец попросил его принести эти два кувшина. И оказалось, что тот кувшин, который висел на заборе, был пыльный, грязный, нехорошего вида, скажем так. А тот кувшин, который постоянно был с водой, хоть даже из него выливали постоянно, он был чистый. Вот так же наша душа, хоть она и не запоминает Слово Божие, но она пропитывается этим духом, духом спасения. И, может быть, не все мы можем запомнить четко, что говорит Слово Божие, но так или иначе, упражняясь в нем, мы будем пропитываться этим благодатным духом, который так нужен нам. Дорогие братья и сестры, еще раз поздравляю с сегодняшним праздником. Началась третья неделя поста, не расслабляемся. Пост, как известно, пролетит очень быстро, незаметно. И не будем упускать драгоценное время. Спаси всех вас, Христос Господь, причастники, нас благодарим Господа. Слава тебе, Божия! Слава тебе, Божия! Слава тебе, Божия! Слава тебе, Божия!